Привет, подписчики канала и все, кто смотрит это видео. Сейчас у нас лежит новенькая коробочка. Она не такая большая, но интересная. Купленная в магазине Tomon, который специализируется по звуку, скажем так, музыкальному оборудованию и всё, что с этим связано. Свой микрофончик я, кстати, покупал тоже у них, потому что у них хорошие, скажем так, ну, предложения по гарантии и возврату денег, если что-то не так. Так, сейчас же у нас здесь лежат наушники от компании, с которой мы уже раньше знакомились. Это компания Shure. Вот, вы видели обзор на полноразмерные наушники от этой фирмы. Так, здесь уже порвали, окей. И сейчас мы посмотрим на внутриканальные наушники. Вот, сейчас. Да, как и сказал, это наушники из другой лиги. Это внутриканальные динамические наушники. Модель Shure SE215. Цена их составляла 109 евро. Сейчас они подешевели, как ни странно. Так, вот в коробочке у нас ничего нету. Какая-то ерунда. Собственно, пришло вот так вот запаковано всё. В полиэтилен. Он как раз открытый. Не надо будет ничего резать. Вот так выглядят сами наушники в коробочке. Так, здесь давайте сделаем небольшую такую вставочку предыстории. Обычный, ничем не примечательный вечер. Сижу я в тишине. Бац, приходит сообщение на WhatsApp от друга музыканта. Валера, мне нужны наушники. Подскажешь что-то? Я говорю, не проблема. А для чего? Он говорит, для дома или для бега. Ну, я говорю, дом или бег это разные вещи. Решили всё-таки, что бег важнее. Так и пал взгляд вот на эти наушники. И именно вот на эту модель. Так как мой друг музыкант, он тоже любит хороший качественный звук. И сейчас мы посмотрим на них поближе. Основные фишки это отсоединяемый кабель, который можно заменить также на оригинальный или неоригинальный. Прикольный внешний вид, как мы видим, да, непрозрачные. Шесть силиконовых амбушюр и шесть амбушюр из губчатой резины. И отличная звукоизоляция. Погнали их распакуем. Слушайте, круто приклеили. Я не помню, что мне так пришлось мучиться с чем-то. Так, давайте её вытащим. Можно, кстати, посмотреть на коробочке. Вот у нас вся комплектация здесь прописана. Также прописано, что эта компания очень давно всем этим занимается. Аж с 1925 года. Вот внизу написаны технические характеристики. Да, как сказал, покупались они в Германии покупались. Вот, собственно, нас встречает чехольчик от Шур. Немножко что-то тут запачкался. В чехольчике у нас лежит инструкция. Получается инструкция. И, смотрите, у нас есть тряпочка, по-моему. Ну, в общем, какая-то гарантийная, видимо, шняга. Зарегистрируйтесь у Шур. Так, здесь у нас вот наши амбушюры. И вот эта вот штучка, палочка для чистки, кстати, их наушников и амбушюр. А, здесь у нас написаны размеры. Ну да, то есть у нас три размера. Показано, как их надевать, скажем так, на сами наушники. И как наушники в уши надевать. Точнее, на уши. Потому что они у нас одеваются за ухо, как вы видите. И, в принципе, именно поэтому выбрали эти наушники для бега. Потому что они будут в любом случае фиксированы в ухе. То есть они не будут выпадать при беге. Так, давайте мы сейчас их вытащим аккуратненько. Опа. Опа. Короче, Шур постарались и приклеили все очень плотно. А, в общем, все, до меня дошло, почему так сделали. То есть у нас вот комплект. Вот у нас шесть пар. И то есть эти ушки, как я и сказал, одни из губчатой резины, вторые силиконовые. То есть силиконовые уже здесь надеты. То есть это у нас получается средний размер, да? И здесь вот силиконовые лежат в комплекте. Отдельно были заклеены такой пленочкой. А здесь вот уже другие, получается, из губчатой резины, я так понимаю. Вот. Кабель, как говорю, массивный. То есть такой видно, что качественный. Здесь у нас, как вы видите, прозрачный такой корпус. То есть дизайн у нас выдающийся такой, скажем так, выделяющийся дизайн. Кабель у нас отсоединяется. Его можно, видите, крутить на 360 градусов. И также у нас есть пометка канала. То есть у нас синенькая метка. Это левый канал. А правая меточка, вот она у нас здесь. Это у нас правый канал. Также на самих наушниках написано вот шур. И написана модель здесь сбоку. Но тут не видно, немножко тут закрывает само ушко. Как вы видите, амбушюры подстраиваются под форму. То есть если их сдавить, они немножко, видите, сохраняют форму. То есть будет очень удобно, я думаю. Ушки имеют динамические излучатели и отлично подходят для шумной атмосферы. Когда я читал обзоры про них, люди говорили, что они прямо подходят для мониторинга даже. И их используют профессиональные певцы и актеры на сцене. То есть они отлично звукоизолируют и передают, как бы, сам звук. И его передают, скажем так, верно и натурально. Вот эти вот места у нас, здесь они у нас жесткие. Потому что когда вы будете одевать его за уши, то есть наушник сам одевать за ухо. Вот это вот у нас будет держать форму, вот эта вот часть. Мы специально перешли сюда на белый фон, чтобы можно было посмотреть вот эти вот амбушюры. Они очень красивые, очень более-менее аккуратно сделаны. Здесь, конечно, есть маленькие зазубринки, но это, в принципе, все уходит. То есть можно убрать. Здесь вот мы видим, вот такая у нас сеточка внутри. Прикольно очень выглядит, если честно. Также нам положили вот такую вот палочку для чистки, у которой на конце тут какая-то спираль мистическая. А с другой стороны просто такое вот небольшое вот заострение, скажем так. Так, и сумочка тоже у нас интересная. Здесь ее можно будет прикрепить вот таким вот карабинчиком к штанам. То есть бегать, допустим, наушники сюда положить в нее, в сумочку, и спокойно к штанам присобачить, и все. То есть и забыть о проблеме переноса наушников. Про звук мы поговорим попозже, потому что я взял наушники полноразмерные от Shure. Мы их сравним, послушаем, и я потом скажу. Технические характеристики. Диапазон 22 Гц до 17500 Гц. Импеданс 20 Ом. Чувствительность 107 дБ на милливатт. И шумоизоляция 37 дБ. Примерно так выглядит наушник в надетом состоянии. Правда, я его немножко неправильно одел, потому что он у меня не полностью вставлен в ухо. Послушал я звук, конечно, недолго, но у меня были в сравнении эти наушники с моими большими толстыми Shure, которые вы очень любите. Которые очень много людей мне писало, что они действительно хорошо передают звук. И вы правы, они действительно очень хорошо передают звук. Слушал я вот эти наушники. Если бы у меня не было Shure, я бы вообще разницы не заметил. Очень четкий такой звук. Я понимаю теперь, почему их используют для мониторинга. То есть все более-менее сбалансировано. То есть хороший бас, хорошая середина, высокий, хороший. Если там уже совсем придираться, то, конечно, слышно, что немножко такая есть глухота. Но я просто вот когда я одел их в первый раз, включил песню, я был в шоке, насколько хорошо они передают атмосферу. То есть объем самого звучания. Вот в песне идет эхо. И прям вот слышно, как будто ты находишься в этом помещении. Вот это эхо летит прям в наушниках. Я был в шоке, потому что внутриканальные наушники обычно таких вещей передавать не могут. Или передают искаженно, или еще как-то перевернуто. Также здесь очень хорошая вещь. То, что здесь такой вот получается 90 градусов у нас кабель идет. То есть он у нас не сломается, не переломается где-то. То есть амбушюры вот эти вот, получается, у нас не силиконовые. А это у нас губка очень хорошо затыкают уши. То есть как затычки, говорит мой коллега, как затычки у больных или плохо слышащих людей. То есть действительно звукоизоляция на высоте. То есть затыкаете уши, не слышно вообще ничего. И у вас только музыка. Я думаю, этот обзор был полезен. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. До скорого! Продолжение следует...